Если вы еще ничего не знаете о группе Валентин Стрекала, то знакомиться с этой группой с последнего альбома категорически не советую. Идите послушайте что-нибудь ранее или этот ролик досмотрите, ну в общем как хотите. Если же вы уже знакомы, добро пожаловать. Так, все в порядке, Каплан жив, с ним все окей. Речь про группу Валентин Стрекала, и поэтому на превьюшке не один Каплан, а группа. Лайк за самый хитрый, но при этом честный кликбейт. А группа Валентин Стрекала уже 4 года не выпускала новых релизов, и 2 года назад объявила о бессрочном отпуске. Ну, мы-то знаем, что такое бессрочный отпуск. Хотя группа, по-моему, была просто офигенная и одна из интереснейших на русскоязычной сцене. Давайте порефлексируем на тему того, чем же был хорош Валентин Стрекала, как же так эта группа сейчас больше не существует, и чем сейчас занимается Каплан. Там ничего особо интересного, все в основном грустно. Здрасте, вы на канале Сеина. И перед началом ролика хочу хвастануть вам штукой, которой я, ну, совсем с краю причастен, но мне она очень нравится. Вот эти вот анимации нарисовала замечательный дизайнер Саша Воробьева для концерта группы Палк, который вот прошел в прошлом месяце, и мне они дико нравятся. И вот как раз это яркий пример того, что есть куча крутых современных профессий, которыми очень интересно заниматься, и реально прям, ну, гордость за настолько клевый оригинальный продукт. И представьте, насколько интересно, что вам пишет какая-то рок-группа, да, и вы рисуете анимации для концертов. И вот не обязательно блогерами быть, еще куча крутейших занятий. И освоить эти занятия, и конкретно, например, анимацию можно в Geekbrains. Факультет моушн-дизайна Geekbrains подходит как для тех, кто владеет уже некоторыми графическими программами и хочет прокачать свой скилл, так и для тех, кто просто хочет создавать анимационные изображения, увлечен этим и готов осваивать, собственно, материал, который в него будут там активно впихивать. В процессе обучения вы узнаете теорию работы со светом, композицией, историю CG-индустрии, освоите программы, авторы эффекции Cinema 4D, научитесь писать код для анимирования объектов, создавать и работать с 3D-графикой, осуществлять монтаж видео с анимированными элементами. В общем, вы будете делать все, что вообще может потребовать от вас любой заказчик. И курс — это не то, что вам по Zoom зачитывают лекции, а это и базовые уроки, и практические занятия, и, конечно же, теория, без нее никуда. И самое интересное — Geekbrains гарантирует своим выпускникам трудоустройство в одной из крупных компаний, как UL, AlfaBank, Delivery Club и другие компании-партнеры. Ничего себе! Преподают на факультете действующие специалисты топ-компаний страны с опытом работы более пяти лет. Geekbrains может помочь вам составить правильное резюме, подготовить стратегию поиска работы и даже найти нужные вакансии. А еще вы собираете там шоурил, и если вам не подберут вакансию, вам смогут вернуть деньги за обучение. Помимо всего прочего, на выходе вы еще и получите диплом с государственной лицензией. Можно будет маме показать. И конкретно до конца этого месяца Geekbrains проводит конкурс на два MacBook Pro в максимальной комплектации. Это круче, чем у меня. И при этом, в отличие от других конкурсов в интернете, здесь реально есть шансы выиграть. Где-то 1 к 100. Поэтому переходите по ссылочкам в описании, регайтесь на программы, осваивайте интересные профессии. В 100 миллиардный раз говорю, учитесь на новые крутые интересные профессии и живите богато. Рождение Валентина Стрикала произошло в любимом нашем с вами интернете, когда он записал обращение к Малежику. И по словам Каплана, помимо него, это обращение к Малежику записало еще некоторое количество его друзей. Но он был единственным, кто после того, как протрезвел, после того, как они их записали, не стал удалять свое обращение. Над этим посмеялись сначала чуваки в его вузе. После этого это начало распространяться по очень молодому тогда еще русскоязычному интернету. И начало набирать по тем временам совершенно бешеные просмотры. После успеха обращения к Малежику, обычный чувак из Житомирской области Юра Каплан продолжал записывать другие обращения к просто популярным тогда персонам. К Тимати, к Потапу и Насти Каменских, к Диме Билану и к другим. Уважаемый Дима, прошу вас, если вам она понравилась, пишите на вот этот вот имейл. И сейчас это не выглядит чем-то суперноваторским и каким-то особенно интересным. Сейчас-то у нас есть просто самая разнообразная палитра русского юмора, возможно, за всю историю вообще юмора в России. На любой вкус, цвет, размер, уровень пошлости, грязноты шуток, форматы их подачи, все есть. Тогда было не настолько много, а тем более в интернете. С самого начала это были просто шуточные песни, построенные по схеме Setup Punchline. То есть просто происходит разрушение ожиданий в середине. Там сначала это как будто изливание души своей девушки, а потом оказывается, что это признание матери в том, что ты гей. Вот, например, вот такие штуки, и просто это в середине переворачивается, работает как Punchline, а дальше добивается. Проще некуда. И были даже тогда люди, которые говорили, что Стрикала это вот довольно одноразовая штука, и сейчас он еще пару своих песенок допоет, а через полгода его уже не вспомнит. Но так в итоге не случилось. Дело в том, что, ну, откровенно уже от себя скажу, по-моему, это было прям круто. У Каплана, именно как у творческой личности, всегда все было очень хорошо с двумя вещами. Чувством вкуса и чувством юмора. И как раз-таки сочетание вот этих вот двух вещей дали ему, например, сразу прорваться на телеканалы. Первые видосы зафорсились совершенно случайно, из-за того, что они зафорсились, он сделал еще парочку. Но тут его позвали на телеканалы, притом и не на один, и не на два. Он очень много где выступал, даже в том же Комедиклабе. А в Комедиклабе, напомню, есть Семен Слепаков. Не знаю, был ли он на тот момент, ну, не знаю, наверное, был этот, как его, Эдуард Суровый, этот персонаж Гарика Харламова. То есть не были уникальны ни шутки, ни образ провинциального парня, ни отдельный юмор в песнях. Все это по отдельности уже было. Но именно настолько выдержанный персонаж, именно с таким вот юмором, так изящно поданным, и при этом так сыгранный, такого еще не было. Притом, ламповость его видосов не всегда сохранялась, когда он исполнил эти песни вживую на телеканалах. Но на то время это прощалось, потому что, опять же, блин, чувак из интернета в телевизоре, о, что? И этот паренек из интернета, 4 года, ходит на всякие телеканалы, играет там свои песенки, выпускает еще обращения. Все такие ха-ха-ха, они набирают миллионы просмотров, его еще приглашают на телеканалы. И через 4 года он выкатывает альбом. И Валентин Стрекл, это уже не исполнитель, а группа, как Эли Скупер, например, или Оззи Осборн. В альбом входят смехуечки, и, казалось бы, это что, типа набор анекдотов под гитару? Но на самом деле альбом-то охеренный. И на первом же альбоме, с первых же песен, проявляется самое крутое, по-моему, что было в группе Валентин Стрекл. Это удивительное балансирование между юмором и музыкой. Если вот эти вот обращения, эти видосы, которые снимал один Каплан, это был чисто юмор, и музыка там была чисто для того, чтобы создавать просто атмосферу, чтобы пародировать эти миллионные видео на вебку с гитарой, которых вот очень много было. Это привычный формат, в котором еще и просто, чтобы обыгрывать эти зарифмованные шутки. Тут же это были в первую очередь офигенные песни, которые при этом были еще смешные, но, опять же, без сетапа и панчлайна, а уже смешные как бы в общем, скорее даже сатирические. И если даже взять первые три песни, отель-кооператор, фанк и песни для девочек, там как раз-таки будут три разных вот эти вот градации баланса, музыки и юмора. Везде оно как бы плавает вот рядом, но где-то по чуть-чуть перевешивает. Например, отель-кооператор, опять же, клевая песня сама по себе, но там условно понятно, где смеяться. Но при этом это уже не анекдот под гитару, то есть этот аккомпанемент в паре с пением хочется уже переслушивать. Фанк вообще непонятно, где смеяться. То есть она ироничная, она саркастичная, но это в первую очередь песня. То есть здесь вот музыка сильно перевесила, и песня получилась отличная. А песня для девочек, ее-то действительно, вы посмотрите лайбы этой песни, ее как вот такую серенаду или классическую рок-балладу у сцены, вот так вот качаясь, поют действительно эти плачущие девочки, над которыми как раз иронизировали в самой песне. То есть в этом плане ирония просто замкнулась. Вот там вот, вот вам пост-ирония в древнем русском интернете. Потому что, то есть это то, что оно пародирует, оно так как бы хорошо пародирует, что это в итоге, блин, и происходит. То же самое относится к песне «Русский рок». И клип на «Русский рок» тоже такая же гениальная хрень. Ведь сам этот образ вот русских рокеров, таких вот стеснительных говнорей, его спустя сколько, да хер ли он лет, снимет Лапенко. Но тогда вот его снял с Трикола, что вот эти вот самые стеснительные рокеры со своей вот этой вот нелепой эстетикой, они же были вообще просто повсюду. И все их видели. Там я в то время ездил по лагерям детским. И на вот этих вот моментах, когда все отряды показывают самое крутое, что они умеют, там девочки какую-нибудь гимнастику, еще какие-нибудь другие девочки, которые петь. И есть ребята, которые показывают рокешни. И насколько тонкая эта пародия. Не знаю, мне в то время это очень понравилось. И это было абсолютно безобидно, можно сказать, с любовью, но при этом настолько откровенный степ и настолько в тему, короче, очень было круто. И то же самое про то, что вот замыкается этот вот кружок иронии, относится к песне «Наше лето», которая, она же яхта-парус, в этом мире только мы одни. Она же настолько хорошая пародия, что не знающий человек и не подумает, что это пародия, потому что это в точности вот как самый такой жесткий и травмирующий психику образец попсы наших каких-нибудь там, ну, 2005-х годов. А также в этом альбоме была песня «Дешевые драмы», которая вот в этой самой градации абсолютно перевешивала в стороны музыки, и в ней не было никакого юмора. И не было иронии. Это можно там прям натянуто назвать, может, сатирой над чем-то, но это не она. Это абсолютно серьезная песня. При этом с клевыми образами, отличной задумкой, и она отлично зашла. Эту песню, мне кажется, до сих пор исполняют просто на самого разного рода посиделках там, и у костра, и на вписках, и так далее, потому что это прям образец отличной песни под гитару. Стрыкало, ну, в смысле, Каплан всегда говорил, что он вдохновлялся Васильевым из «Сплина», и это тоже слышно. И эта песня Стрыкало встает в один ряд с песнями «Сплина», именно в градации под гитару. Самое то. И в этом альбоме 17 песен. Это дохерища. И все эти песни, они вот на какой-то из частей градации, но всегда скачут вокруг вот этой вот границы, то есть они не сильно различаются. Они все вот где-то рядом. И смехуёчек, и песня заводная. И в итоге эта смесь сделала Валентина Стрыкало, ну, прям суперизвестным, потому что это уже не был просто паренёк с интернета, и не было ощущения, что скоро всё закончится. Это уже был прям музон. И вот по моим воспоминаниям, все тогда знали эти песни. Просто подростки всех возрастов, да и в принципе вот такие молодёжь, которая пользуется интернетом, вся была в курсе Стрыкало. Проходит всего лишь год. И за альбомом, на котором было 17 песен, они выпускают альбом, на котором 14 песен. Только всё круче, более стильно, свежее звучит, и это вообще всё разорвало. Опять же, то, что я говорю, основано не на цифрах и не на какой-то социологии, а на вот личном ощущении, и то, что я помню тогда, ну, и я довольно активно следил за Стрыкало в то время, да и, ну, сейчас, насколько это возможно делать. О, в топ на секунду. Тебе наверняка нравится этот канал, раз ты досмотрел ролик аж досюда, поэтому, плиз, иди и поставь колокольчик и подписку, просто чтобы они лучше распространялись, и у меня была лучшая статистика канала, потому что чем лучше статистика канала, тем лучше заходят ролики, и тем чаще, лучше, круче, качественней я делаю сами ролики. А ещё в этом ролике можно выиграть супер шикарные, супер охуенные стикеры, которые я теперь разыгрываю в каждом из своих видосов, а для того, чтобы выиграть их конкретно в этот раз, нужно проявить, ну, понятно, активность под видосом, там лайки, подписки, колокольчики, всё знаете, а в комментах написать, на что прям нам не хватает Стрыкало. Вот если бы он был прям сейчас, на что бы он отреагировал, про какое явление современности, может человека, может ещё что-то, Стрыкало бы написал песню, если бы он сейчас вот продолжал свою карьеру. Я даже не знаю. В общем, жду ваших вариантов, возвращаемся к теме ролика. Тогда было ощущение, что группа бешено прогрессирует, потому что меньше года прошло с предыдущего альбома, но звук прям вырос. По-моему, гораздо интереснее звучит часть чего-то большего, чем «Смирись и расслабься», при том, ну, во всех отношениях. То есть, если сравнивать песни по одной, если сравнивать альбом, в общем, там, ощущения, и то, как написано, и то, как записано, здесь как раз вот это вот балансирование, оно продолжилось и прокачалось вместе со всем звуком. То есть, с точки зрения какого-то задумки даже песен, оно стало более профессиональным и тонким. Все мои друзья, Ебаш Альбина и Sega Вентовар, это вот хотя и прям, ну, смехуёчки и смехуёчки, да, но при этом как будто гораздо более продуманы с точки зрения того, чтобы это был хит. То есть, это смешная песня, которую хочется петь снова и снова, и если, допустим, вот, опять же, ровесник, мне кажется, по времени создания контент Черникова с его перепевками известных песен под всякие мемы, но Черников брал просто мемы какие-то уже существующие и песни какие-то уже существующие, и одно под другое подставлял. А Валентин Стрекл тогда писали новые песни, которые вот, ну, действительно звучат круто и хитово, и при этом придумывали в них вот всю комедийную часть. И этот комедий-рок в итоге, ну, прям, прям маковка как хорошо звучал. Зато Космос нас ждёт, Кладбище Самолётов и Улица Столиваров также не содержали в себе никакого юмора, и вот продолжение фишки, найденной в первом альбоме. И эти песни также стали супер-хитами, они зашли прям вообще отлично. И не могу не упомянуть мою любимую песню Стреклла Эвер. Взрослые травмы. Я её обожаю, потому что сама по себе она, опять же, без сетапа и панчлайна, это ироничное высказывание на очень злободневную тему, и если вдуматься, ну, прям крутое, потому что само по себе упоминание детских травм в песне, да, не в одну строчку, а именно такой большой разгон про отношения и как в них это отражается, это уже само по себе довольно круто, и, ну, для песни, да, не прозы, а для песни, это довольно неплохая находка, особенно когда автор может что-то по этому поводу сказать, а здесь ещё и издевательство над этим, то есть это вдвойне клёво, и прям обожаю эту песню. И перед тем, как перейти к альбому развлечения, хочется вспомнить об одной очень важной вещи, о которой как будто никто уже и не помнит, блоге Каплана. Как это было круто! На самом деле, по его же словам, он просто вдохновлялся западными ютуберами и пытался делать что-то похожее, но я как человек, который, ну, увлечён ютубом довольно давно, и в детстве, ну, как, ну да, в детстве, в то время, мне там было сколько, 13-14 лет, я смотрел вообще просто всё подряд, что там было, потому что не сказать, что было особенно много, но всё это были какие-то креэйторы непонятные вообще, которые, даже не сказать, чтобы особенно много зарабатывали, им было больше, в первую очередь, интересно. Сейчас я расскажу вам о том, как бросить курить шмаль. Алё? Алё, Юрец, привет! Давай накуримся! Давай! Алё? Алё, Юрец, давай накуримся! Давай! А как же всё-таки бросить курить шмаль? Никак! И на фоне остальных, Каплан тогда выглядел просто потрясающе. Это действительно было заморочено, талантливо и остроумно. Много кто пытался делать тогда вот шоу, в котором много всего одновременно происходит. И даже Черников тот же, ну, с которым напрашивается сравнение, да, ну, не в плане масштаба, а в плане просто одинаковых форматов, он делал почти то же самое. И даже тоже неплохо получалось, конечно, не так круто, как у Каплана, но в итоге что один, что второй, прекратили этим заниматься, и особенно обидно, что прекратил Каплан, потому что мне кажется, если бы мы сейчас дождались, то вот это было бы прям суперсмак. Сейчас это был бы контент по качеству абсолютно уровня бэдкомедиана, только при этом, который крутится вокруг созданной самим автором музыки. Да блин, как шикарно! Ну и сейчас, по прошествии лет, можно сказать, что это было просто неправильно организовано, потому что заливались на один и тот же канал, как работы группы Валентина Стрыкала, так и блоги Каплана. И поэтому в итоге под одним писали, что, блин, нахрена мне ваша песня, где блоги, а под другим, блин, нахрена мне ваш блог, где песни. И в итоге, ну да, по идее с этим можно справиться, или организовать, или забить, или, короче, много способов, как справиться с этим сейчас, но тогда это, по всей видимости, просто капало ему на мозги, ну потому что, каким бы ты профессиональным креатором ни был, все равно раздражает, когда вот такая вот херня, хочет, сука, чтоб все радовались. Ну то есть у меня вот сейчас так же, потому что на ролики про исполнителей я трачу не очень много времени, и в основном я говорю про песни, которые и так люблю, или про которые очевидно, почему я их не люблю, это стоит просто рассказать, и поэтому эти ролики снимать мне довольно просто. А вот видосы, которые я делаю с музеями, многие, наверное, даже не знают, но я реально сотрудничаю прямо с музеями, прихожу туда, и снимаю видосы про художников, про фотографов, про кучу всего интересного. Вот, ну, по подсказке ссылки вот есть. И их смотрят гораздо меньше, чем ролики про музыкантов, ну по очевидным причинам, хотя сил я затрачиваю гораздо больше именно на ролики с музеями, но это уж данность, и мне не так тяжко с этим смиряться, потому что блоги все-таки контент отчасти конвейерный, да, а музыка это ведь высказывание, которое должно остаться в вечности, и когда ты делаешь это высказывание в вечность, хотя и прячешь его между смехуечками, все равно обидно, когда на это пишут, а где блог? И ты такой, да пошел ты нахер! В общем, писали новый альбом группы Валентин Стрикала аж 4 года, видеоблоги он снимать перестал, сначала сказал, тур отъезжу, потом подумаю, периодически было, что ой, да может быть, а может быть, а в итоге нет, и спустя 4 года выпускает группа альбом развлечения, в нем всего 8 треков, и альбом не заходит. Дело в том, что все эти 8 песен на альбоме, они звучали по-новому, но вот в этой самой градации юмора почти не было, то есть там местами чуть-чуть какие-то ироничные вещи, чуть-чуть, вот здесь такое остренькое высказывание, такая вот строчечка с прикольчиком чуть-чуть, или как-то интересно сформулированное, так забавно вот максимум, а так альбом меланхоличный, он прям грустный, такой осенний, серый, и в звучании, и куча шумовых эффектов, и это совершенно не заводной стрыкало, который был в первом альбоме, это совершенно не юмористичный, прикольный, чисто состоящий из того, что вас смешит, стрыкало из обращений, и это не выросший стрыкало из второго альбома, это третий стрыкало, и это уже скорее конь Боджек, но опять же, в Боджеке все-таки больше мет, где можно посмеяться, публика была к такому не готова, это не знаю, насколько было можно предсказать от первого лица, но по всей видимости, вот эти меланхоличные песни стрыкало, они набирали так много, потому что шли как бы бонусом к смехуёчным, или можно сказать, вместе с смехуёчными, и как бы они, смехуёчные, проталкивали дальше, но смехуёчные уходили, потому что, ну, не так долго, мне кажется, это остается в плеере, как все-таки нормальные песни, и нормальные песни оставались, а здесь их ничего не протолкнуло, или просто можно сказать, что песни плохие, это вкусовщина, мне не очень понравилось, но мне вообще много чего не нравится, я человек в этом плане очень привередливый, но я не могу сказать, что песни плохие, я не могу сказать, что они плохо написаны, плохо сыграны, там какие-то тупые тексты, или плохие решения, да вроде нормальный альбом, и, казалось бы, сейчас на всяких там фестивалях инди-музыки, очень похоже, во многое играют, но тогда не зашло, и после этого, собственно, группа ничего и не выпускала, Каплану, очевидно, надоело шутить, и это печально, если начинать представлять всю его карьеру с этой точки зрения, мы не можем знать, какие у него там были амбиции, цели и мысли про свою жизнь, до того, как вот завирусились его видосы с обращениями, но о чем бы он не мечтал, видимо, он мечтал не о том, чтобы быть комедийным музыкантом, и чем больше этот ярлык к нему приклеивался, тем ему больше это не нравилось, и он собирал залы по абсолютно вот всему СНГ, выезжал за его границей, там собирал залы, выпустили больше 30 песен за два года, при том, что все вот эти вот два года, они бесконечно турили вот по этому самому СНГ и за его пределами, и, казалось бы, все хорошо, а вот не нравится, и чтобы подтвердить то, что я говорю, вот не быть голословным, цитата, «Мы рано или поздно все равно перестанем это играть, это в наших планах 60% старого материала заменить новым, чтобы получать как можно больше удовольствия от концертов и приобретать новую энергетику, интересную, а не такую, как сейчас». И представьте, каково вот это вот переживать, когда ты добился, ну, можно сказать, народной любви, ты как Иосиф Кобзон, тебя реально знают все, ты популярен на всю страну в очень молодом возрасте за свое творчество, но не за то свое творчество. Вот это вот вечная тема про то, что нам не нравится, что нас не любят, и мы поэтому страдаем, или мы страдаем от того, что нас любят, но не за то, за что бы мы хотели, чтобы нас любили. И здесь вот история Каплана это ярко показывает. И по всей видимости, альбом развлечения стал результатом того, что Каплан и группа решили, что с михуечки мы больше играть не будем. Че тогда делать? Нас вот больше всего слушают из-за них, или не больше всего, или они это не знали, да? И решили, все, мы выпустим то, что чисто мы хотим играть. Уже понравится, ну хорошо, не понравится, хер с ним не будем играть. Они выпустили и походу не понравилось. И вот они молча, потихо, и как бы все, замолчали, и пока вновь ничего не говорят. И вот здесь можете написать, как бы вы поступили в их ситуации. Вот что вы думаете надо было сделать при таком вот раскладе. Не помню, как это называется, то ли цукцванг, то ли зензухт. Охуенные, я знаю, бля, термины. Короче, вот этот вот шахматный термин обозначает положение, в котором у тебя есть несколько вариантов развития событий, но все они дерьмовые. И что бы вы в этом случае делали? Я со своей диванной аналитикой думаю, что круче было бы это как-то помягче продавать. Как-то аккуратнее это релизить, куда-то что-то засовывать. Ну то есть, понятно, что выжимать из себя то, что ты не хочешь писать, не вариант. Но может как-то более аккуратно заходить. Короче, не знаю. Мне просто очень грустно, что Валентин Стрыкало никак сейчас не присутствует в публичном поле. А по поводу того, чем занимается Каплан, он выпускает шмотки со своим братом. И надо сказать, одежда ну прям стильная. Ну вот я упоминал чувство вкуса Каплана до этого. Возможно, это семейное. И еще это выглядит как воплощение в жизнь песни Офисный стиляга из второго альбома. И по сей день на поприще Камеди Роха я не знаю, кто делал что-то подобное. Ну или делает сейчас. Я, по крайней мере, ну могу найти элементы у многих исполнителей. Ну именно занимать такую позицию, как занимала группа Валентина Стрекова, никто не хочет. Видимо, потому что никому не нравится быть известным за счет смехуёчков. Зато за счет просто бессмысленной хуйни и всех почему-то устраивает. И я это не про песни Стрекова. К чему я вообще весь этот спич рассказал? К тому, что я думаю, меня смотрит довольно много инициативных людей, которые сами хотят каким-то образом двигаться в медиа. То есть, либо с музыкой своей, либо с каким-то разговорным жанром, что называется. Да с чем угодно сейчас столько способов все сделать. как минимум в рекламной интеграции моей. И я очень надеюсь, что для вас история Каплана станет своеобразным пособием по тому, как не выгореть. Как не передоить вот этот вот свой творческий нерв, чтобы тебя заколебало то, чем ты делаешь. Может быть, о том, чтобы вовремя остановиться, когда ты понял, что делаешь не совсем то. Я тоже несколько раз менял вектор канала. И понятно, что у нас вообще несравнимые аудитории, но часть аудитории от меня тогда уходила. Это херово было. Нет, я не буду сравнивать себя с Капланом. Я это именно к тому, что вы этот опыт помните и применяйте на себя. Я очень надеюсь, что в какой-то момент случится какой-нибудь камбэк Каплана, но это из разряда, знаете, невозможного. Ну, а вдруг? Если вдруг, я буду искренне рад. А нам остается только делать выводы из этого и применять это в своей практике существования в современном интернете. И в этом ролике я говорил, что моя любимая песня Стрикала это взрослые травмы, а прям бест оф Стрикала по версии Сейна, то есть вот просто подборку плейлист моих любимых песен Стрикала я оставлю в своем закрытом паблике. Вход туда 5 баксов через Патреон. Вот. А еще у меня есть открытый паблик туда, вход бесплатный, там охуенные картиночки. Есть охуенный Инстаграм и там охуенные картиночки, которые я делаю своими руками. Он реально пиздатый, никто еще не жаловался. А еще есть дохуя всего, оно все в описании. Переходи. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, ты кнопка подписки. ПА-